а я сказал частичная замена лучше ни хрена аппаратные лучше я сказал частичная замена лучше масла я сказал частично и частично приветствую вас на канале quality motors а сегодня у нас будет своего рода диплаты мы сегодня как раз обсудим все плюсы и минусы полной замены масла так называем аппаратной замены масла и частичная замена масла автоматических коробках передач сведем сюда все в кучу автоматические коробки передач которые переключаются без участия водителя без участия водителя а именно это получается автомат вариатор и робот ну да робот да и так ну вот я считаю лично мое мнение то что аппаратом лучше ты подсоединяешь аппарат полностью ход-выход у тебя масло все выгоняется аппаратом у тебя масло чище становится это же лучше но наверное не всегда так чтобы наверное быть более объективным и правильно в этом вопросе нужно понимать вообще для чего предназначено масло в автоматических коробках передач но какую она несет основную цель и предназначение ну во первых охлаждать внутри механизм до отвод тепла вот так же создавать моющий эффект чтобы остатки фрикционов которые но возможно да это так сказать не то что побочный эффект это основная дополнительных функций масла за счет так называемых моющих присадок выводить грязь и отложения из коробки не дать оседать в полостях самой коробки ну и держать их во взвесе чтобы фильтрующий элемент забирал их на себя ну в принципе общей черты понятно просто вопрос другом как вот все таки ликвиднее просто некоторые привыкли как меня чуть-чуть масло частичная замена там литров 56 а стоп объем какой кстати но вот здесь и нужно понимать то есть немножечко коробки по своей конструкции отличаются допустим роботизированные коробки старой конструкции это обычная механическая коробка без гидромодуля и там и прочей истории да соответственно там чисто обратная замена не предусматривается как таковая там слил-залил сливается практически полный объем масла коробки по типу dsg там также предусмотрено заводом-изготовителем несколько сливных пробок позволяющих полностью слить масло с коробки там нет смысла тоже подсоединять туда какой-то аппарат там что-то менять потому что даже при частичный за слив залил там практически весь объем масла сливается у нас остаются две коробки это вариаторная коробка и классический автомат если брать вариаторную коробку передач то у вариатора если посмотреть на его конструктив сам гидротрансформатор он маленький вот большая часть масла находится в поддоне а кпп самого вариатора ну и если присутствует внешне какой-то радиатор охлаждения теплообменник то также там какой-то значительный объем масла но в таких коробках возможно произвести аппаратную полную замену масла но нужно понимать что к основной ключевая характеристика трансмиссионного масла залита коробка передач это смазывающий эффект то есть грубо говоря создавать массовую пленку между трущимися поверхностями дабы не не было ускоренного износа трущихся пар шестеренок там каких-то валов посадочных то есть ну и прочее прочее подшипников но также у коробок автомат как и у коробок вариаторов присутствуют пакеты фрикционов еще одно ключевое свойство масла в коробках передач должно иметь коэффициент трения так как пакет фрикционов наход находящийся в автоматических коробках передач работает только за счет трения поэтому если мы зальем туда масло с высоким коэффициентом скольжения с низким коэффициентом трения да то соответственно пакет фрикционов просто не замкнуться и у нас коробка никуда не поедет трансмиссионное масло это такой некий баланс сил добра и зла то есть снижение износа и соответственно увеличение трения это позволяет выполнять пакет присадок для коробочного масла и поэтому когда коробка у тебя эксплуатируется блок управления кпп имеет свои адаптационные таблицы то есть адаптируется под стиль езды под качество масла в случае пробуксования там давление переключения варианты оборотов и прочее 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 очень много показателей которые снимают и когда используется частичная замена масса в таких коробках сливается практически там ну может быть от 60 до 80 процентов масла в коробке как часто нужно менять масло в коробке масло в коробке автомат менять нужно часто все зависит от манеры эксплуатации коробки передач соответственно если у вас агрессивный стиль езды очень частые резкие старты то масло нужно менять чаще если у вас спокойный стиль езды то в принципе масло менять можно реже но не более чем раз 65 70 тысяч километров продукты износа металлические они все равно будут присутствовать в коробке там мельчайших частицах и оседать на магните то есть нужно когда снимается магнит нужно понимать что именно вы перед собой видеть если это просто металлическая пыль которая туда примагнитилась то это ничего страшного это естественные следы износа механических металлических деталей коробки передач потому что фрикциона примагничиваться не будет они грубо говоря не имеют магнитных свойств если же вы там находите какие-то крупные частицы там осколки или еще чего-то то это следствие каких-то сильных механических повреждений и вот именно в этом случае нужно уже бояться опасаться и думать что ваш коробка передач придется скоро ремонтировать но все же давайте вернемся тогда к нашим так скажем дебатам все же как лучше менять масло ну смотрите как если при полной замене масла у вас жидкость вся полностью обновляется идет такой миф что это чревато наоборот еще большим износом фрикционов это правда нет вообще если полностью масло но если объективно мое мнение на основы на опыте то если есть позволяет финансы и эксплуатируете автомобиль только вы и соответственно делаете регулярную замену масла то можно ее делать на аппарате просто это будет немножечко но не немножечко гораздо дороже чем частичная замена потому что как правило аппаратная замена на где-то в три а то и в четыре раза больше масло объем масла понадобится чем при частичной замене потому что масло будут на аппарате выгонять до тех пор пока поступающие масло и масло обратки и по цвету не сравняется да если же вы только приобрели этот автомобиль и не знаете как он эксплуатировался когда там менялась последний раз масло в коробке автомат я крайне не рекомендую делать полную замену здесь лучше сделать частичную замену масла и посмотреть как сам по себе поведет себя агрегат а все зависит от того масло в каком состоянии но было с лито с коробки если ну если черная то хотя бы 500 полторы тысячи километров до следующей замены вместе с заменой опять же если она была очень черная и там было много грязи то конечно лучше каждый раз при частичной замене еще дополнительно менять фильтр масляное кпп но во первых для коробки масла желательно лить оригинал то что подразумевает завод-изготовитель но в некоторых случаях да никак не в некоторых случаях большинстве случаев сам производитель автопроизводитель не производит масла трансмиссионные масла двигателя а заказывает их у производителей масел и соответственно если точно знать что именно этот производитель масс как пинтосин допустим производит там для мерседесов или еще там для кого-то то есть или там заказаливается туда равенол то в принципе в теории можно попробовать использовать масло для автоматических коробок не оригинально если же это дик строн шестой самое распространенное наверно масло использование в коробках автомат на сегодняшний момент то можно лить конечно дик строн шестой хороших производителей тот же самый мобил и прочее прочее то есть и понимать что это масло будет по качеству именно то которое необходимо для вашего автомобиля продал так стать я в том числе я не знал что но если конкретно там для автомобилей ну грубо говоря есть масло ns2 для nissana да есть масло g1 g2 там g3 для mitsubishi да и в коробке там абсолютно одинаковые вариаторы осиновские а нет ой прости прошу и коробки там абсолютно одинаковые вариаторы от компании жатко соответственно и масла там абсолютно идентичные даже с разной маркировкой если вы их смешать между собой ничего не произойдет если же это тойотовская масло какой-нибудь 4 там для автоматических коробок у тебя же вариатор уже на этом стоит автомат но я так скажу если есть возможность заплатить за замену масла оригинального масла тем более если это частичная замена то не пытайтесь сэкономить может быть при полной замене есть смысл там сэкономить но опять же здесь экономия на не всегда оправдывает средства и иногда залив некачественное масло от каких-то сторонних производителей поверив отзывам на форуме можно нарваться на непредвиденные последствия в нашем сервисе в коробке автомат но автоматические коробки передач как и механически заливают только оригинальное масло не оригинальное масло только по просьбе самого собственника авто водитель автолюбителя владельца автомобилей мы предлагаем своим клиентам использовать только оригинальное масло при обслуживании их автомобилей как и оригинальные расходные материалы почему во первых почему я считаю то что аппаратная полная замена масла лучше но по моему мнению то есть масло грязное уходит абсолютно все даже те 20 процентов которые остаются внутри коробки я считаю то что это намного лучше для коробки передач ну к примеру у меня было масло черное я полностью аппаратный поменял масло то есть новое масло должно чистить гараж да лучше и то есть все детали у меня внутри те же самые фрикционы будут чистые естественно все полностью да и публик тот же самый я скажу так что если коробка автомат заведомо исправная и неважно какой способ вы не выбрали полная чистить или частичная замена с коробкой ничего не произойдет то есть вы просто сэкономите свое время посещение в тех центре здесь вы за один раз но долгий период времени пока масло поменяется прочее прочее на некоторых коробка стоят автомат их нужно греть чтобы поменять масло ну и прочие истории коробка автомат автоматическая коробка передач при работе автомобиля на холостом ходу как правило не прогревается от слова совсем и она будет масло прогреваться только во время движения вот и все поэтому когда вы заводите в большой мороз можно включить да и там немножко подержать на тормозе или включить там заднюю передачу немножко подержать на тормозе чтобы масло начало немножко циркулировать и соответственно стала более текучим это кстати наоборот очень хороший совет то есть если мороз например предложим градусов 30 автомобиль запустили поставили на d ну то есть после прогревки автомобиля автомобиль прогрелся поставили на d чуть-чуть подержали так ну там не надо много минуту буквально также поставили на заднюю передачу потом обратно на d у вас масло внутри по коробке сама погонялась и уже нагрелась то есть можно эксплуатировать просто риск какой на холодную будут пинки а пинки что означает нас проскальзывает пакет фрикционов правильно ну повышенные нагрузки на пакет фрикционов на шестеренчатые пары и соответственно повышенные ударные нагрузки на само а кпп но речь не об этом мы отвлеклись немножко лирика началась у нас вот итог такой что если исправная коробка то частичная или полная замена масла здесь вопрос времени и денег вот и все если вы хотите сделать все за один раз и грубо говоря забыть там на долгий промежуток времени то можно сделать и полно но если же коробка неисправна то соответственно полная замена масла может привести к вообще к выходу из строя и остановки автомобиля вы банально из сервиса никуда не уедете поэтому в таких случаях чтобы минимизировать риски и от немножечко отсрочить ремонт капитальный ремонт коробки можно использовать сначала частичную замену масла посмотреть динамику ухудшилась ли эксплуатации на характеристики там какие-то негативные последствия в работе есть нет то есть и можно сделать несколько частичных замен масла так сказать более мягко подойти к этому вопросу потому что приехать в сервис и попросить чтобы сделайте мне полную замену масла в коробке передач и потом стоять с пеной у рта предъявлять сервису что я приехал к вам на исправном автомобиле своим ходом вы мне сломали мою машину поменяли масло в коробке мы ее не ломали вы приехали к нам с просьбой заменить масло в коробке мы масло вам и поменяли сама а кпп уже была изначально неисправна и соответственно ее неисправность вы наружу вывела именно замена масла в коробке если вы хотите подробные видосы о неисправности автоматической коробки передачи а любой модели вы пишите в комментариях модель коробки мы обязательно ее подробно разберем и если вы при обратились профессиональный техцентр вам сделали замену масла в коробке она стала пинаться вам ее явно никто не ломал и я считаю что в таких ситуациях нужно говорить даже спасибо техцентру что они выявили неисправность вашей коробки что ее нужно ремонтировать и что это неисправность проявилась именно здесь и сейчас они где-то в далеких поездках или в самый неподходящий момент когда нужно куда-то ехать или когда вы уже куда-то уехали в какой-нибудь глуши что дальше делать непонятно поэтому чтобы держать автомобиль в исправном состоянии нужно своевременно его обслуживать своевременно менять все технические жидкости и обращаться только в сертифицированы профильные техцентры как наш quality motors суть какая суть в том то что решать вам как будете вы менять масло либо полная замена масла либо будет частичная замена масла и так и так менять масло в принципе можно самое главное использовать оригинальные запчасти и и сертифицированное масло комментариях кстати вы можете сейчас написать как вы меняете масло частично или полная замена у меня тоже эта дискуссия очень интересно мы ждем ваши комментарии именно как вы меняете масло частично или полной замены. Пишите там внизу. Также ссылочки на наш техцентр прикреплены снизу в описании. Можете переходить по ним и выбирать ближайший для вас сервис. Также пишите нам в Telegram-канале и в Директ, в Инстаграме, на Ютубе, везде. Всего доброго, пока!